Всем привет! Сегодня у нас ноутбук Acer Nitro 5 и он имеет некоторые проблемы. А именно, он не включается и выдает ошибку Notebook Table Device. Эта ошибка связана напрямую с чтением ноутбуком накопителя жесткого диска или SSD. Этому есть две или даже три причины. Первая, это нарушены настройки биоса. Второе, сам жесткий диск стал неисправным. И третье, возможно проблема в SATA соединительном кабеле, ноутбук и жесткого диска. Решить первую проблему несложно, но на этом ноутбуке установлен пароль на биосе и соответственно хозяин не помнит, что это за пароль. А это значит, что у нас нарисовалась вторая проблема. Нам нужно будет распаролить биос, что мы впоследствии сделаем. Покажу примеры способов удаления пароля биоса. Также я покажу, как своими собственными методами я проверял жесткий диск на исправность. И еще с какими проблемами я столкнулся уже распаролив биос. Ну и покажу, как я разбирал этот ноутбук для чистки, то есть способы его разборки. Для начала послушайте, как жесткий диск при включении компьютера издает посторонние звуки, которые издавать он не должен. Всю эту историю хочу начать с проверки жесткого диска на исправность. Для этого открываем сзади ноутбука крышку, достаем жесткий диск и попробуем его вставить в другой компьютер. А на его место вставим заведомо исправный SSD-шник. Соответственно, этот жесткий диск в другом ноутбуке работать не стал. Как видите, заставка висит и ничего не происходит. А диск постоянно издает хрустящие звуки. Как будто головка не может сдвинуться в место для чтения файлов с диска. Ну а SSD-шник с этого ноутбука не запустился как раз-то в Acer. Но там уже совсем другая причина. Выводы работоспособности жесткого диска из ноутбука Acer Nitro 100% ясны. Ему конец. А почему же тогда не запустился SSD-шник в Acer? Дело в том, что в Acer выставлен тип BIOS-а UEFI. И соответственно, этот жесткий диск имел тип разделов GPT. И поэтому он без проблем читался ранее. Ну а вот в свою очередь SSD имел тип разделов MBR. И читался в старом ноутбуке без проблем. А вот в новом никак не может это сделать. Ну и перенастроить тип BIOS-а на LEGACE в Acer мы также не можем, потому что там установлен пароль. А чуть далее впоследствии выяснится, что мы вообще не сможем, даже имея пароль, выставить тип BIOS-а LEGACE. Потому что ноутбук новый и он перестал поддерживать этот тип вовсе. Конечно же, этот жесткий диск можно проверить на битые сектора с помощью программы Victoria. И тогда уже на 100% будет ясно, что он мертвый. Но в моем случае я и так это уже понял. Ну а теперь давайте попробуем совладать с BIOS-ом. Для того, чтобы удалить пароль BIOS-а, нам необходимо 3 раза вести его неправильно. Высветится следующее окошко. Нажимаем Enter Unlocked Password. И здесь у нас есть код, который нам будет необходим сейчас. Заходим на сайт BIOS-PVW.org. Вводим сюда этот код и нажимаем Jet Password. Далее по вашей марке ноутбука ищем ключевой код. В моем случае это Acer. Я выделил его в красный квадрат. Данный код вводим в это поле и нажимаем Enter. После чего мы должны успешно попасть в BIOS. Что у нас в принципе и вышло без проблем. Но если вдруг у вас не удалось этим способом попасть в BIOS, то есть еще один метод. Метод кстати механический. Для этого открываем маленькую крышку, где находится оперативная память. Затем нам будет необходимо достать плашки оперативной памяти. Они отщелкиваются очень легко. Достаем их и убираем. Затем на плате находим два медных контакта с маркировкой JCMO51. Эти контакты необходимо замкнуть чем-нибудь металлическим. Долго удерживать не обязательно. После чего пароль BIOS должен быть сброшен. Чтобы убрать или поставить новый пароль, заходим во вкладку Security. Выбираем параметр Set Supervisor Password. Нажимаем Enter и вводим новый пароль. Лучше всего ввести сюда простенький пароль. В последующем это нам пригодится. Зачем же нам понадобится этот пароль? Нам будет нужно перейти в BIOS. И затем во вкладке Boot попробовать переключить режимы BIOS. Свэфи на Legase. Для того, чтобы, как вы помните, мы смогли наш старый SSD со старым разделом MBR запустить здесь. Нам понадобится включить режим Legase. Для этого нам понадобится в разделе Boot отключить Security Boot. Как видите у меня установлен Disable. Без запароленного BIOS Supervisor вы этого сделать не сможете. Я долго пытался переключить режим BIOS в Legase. Много сил и времени потратил. Пытался что-то настроить, перенастроить в BIOS, но у меня это не удавалось. Как позже я выяснил, этот ноутбук просто-напросто не поддерживает этот режим. И здесь будут читаться диски с разделами только лишь GPT. Кстати, для наглядности я попытался на этот жесткий диск неисправно установить Windows. При установке разделы жесткого диска были видны, что в принципе неплохо. Но на самом деле по факту ничего не получилось, потому что мы просто-напросто получаем ошибку при попытке установки Windows. Что нам дает сделать окончательно и наглядно вывод? То, что этот жесткий диск неисправен, его в помойку. Также с SSD-шником разбираться мы не будем, потому что его нужно переводить в GPT формат, а это непросто. А он у меня используется в основной ноутбуке. Решение здесь напрашивается следующее. Мы просто покупаем новый жесткий диск, устанавливаем на него новую операционную систему Windows 10, скачав специальный установщик для нее с сайта Microsoft, который за вас полностью сделает образ на флешке. При установке запишет правильный тип разделов дисков GPT на вашем жестком диске. Если вы хотите изменить тип раздела дисков с MBR на GPT своими руками, то в интернете вы найдете множество способов. Ну давайте напоследок распошла такая песня, пока ноутбук у нас. Покажу вам, как его разобрать, чтобы почистить от пыли и заменить термопасту, если вам это понадобится. Также покажу, где находится батарейка BIOS, если необходим будет сброс или ее замена. Для этого снимаем две крышечки, одну жесткого диска, другую там, где находится оперативная память, достаем жесткий диск, по всему периметру откручиваем винты, а также несколько винтов внутри. Далее с помощью пластиковой карты отчелкиваем нижнюю часть корпуса ноутбука. Она там ничем больше не крепится, никакие шлейфы к ней не подходят. Единственное, здесь нужно не спешить, чтобы не поломать крепление корпуса. Здесь я отнесся к ноутбуку бережно, поэтому очень аккуратно и долго отчелкивал по одному креплению. Здесь мы наблюдаем систему охлаждения, состоящую из двух вентиляторов и теплопроводящих трубок с радиаторами, которые крепятся к процессору и к чипу видеокарты. Снимаются очень просто. Четыре винта на процессоре, три винта на видеокарте, по два винта на каждый кулер, а также два шлейфа подключенных к материнской плате, которые регулируют работу двух кулеров. Также, прежде чем выполнять какую-либо работу с ноутбуком, обязательно нужно отключить аккумулятор, что я сейчас и делаю. А этот маленький красно-черный контакт уходит под аккумулятор. Это и есть батарейка BIOS. Отсоединяем ее, если вам нужно ее заменить, либо же просто сбросить BIOS. После всех необходимых вам операций, собираем все в обратной последовательности. Вот такой ролик у нас получился, состоящий из нескольких проблем и их решения. Надеюсь, что в этом ролике каждый найдет свою проблему и сможет решить ее, без каких-либо сложностей и заморочек. Чего я вам, собственно, и желаю.